В Тверском колледже сервиса и туризма студенты соревновались в приготовлении любимых блюд Александра Пушкина. Пожарской котлеты и слоек вульфа. Конкурс приурочен к 50-летию туристического маршрута Пушкинское кольцо Верхневолжья. Тему продолжит Наталья Чекет. В зале, где проходит соревнование, полная тишина. Каждый участник сосредоточен на приготовлении собственного блюда. Это и понятно, ведь на то, чтобы сделать, оформить и подать пожарскую котлету из слойки вульфа у ребят всего 2,5 часа. Рецепты непростые даже для опытных поваров, поэтому конкурс у ребят готовились заранее. Рецепт слойки вульфа мы придумали с моим наставником, Прасловой Анастасией. Долго пытались приготовить тесто слоеное. Это было непросто. Раскатывали сначала постное тесто, масло в тонкий пласт раскатывали. И соединяли, в 4 раза раскатывали и убирали в холодильник. И на этом мы не остановились. Пробовали несколько видов яблок. Зелёные, красные. Зелёные нам не подошли. Мы воспользовались красными. Красные яблоки дают нежный аромат и сохраняют свою текстуру. Готовое блюдо конкурсантов оценивало строгое жюри. В его состав вошли специалисты туриндустрии и шеф-повара ресторанов и кафе Тверской области. Кулинары учитывали всё вкус блюд, сочетание ингредиентов и оформление. Главное, чтобы здесь ингредиенты все правильно были подобраны. Чтобы другое не перебивало одно. Если мы берём слойку вульфа, чтобы мёд не перебивал другие ингредиенты. Не была слишком сладкая. Кстати, соревнование было командой. Пока один участник готовил блюда, другой сервировал и представлял тематический стол. В котором необходимо было учесть культурные нюансы застолья пушкинской поры. На рубеже 18-19 веков в России вели обычай. Перед обедом накрывать стол с закусками. Так называемый холодный стол. Его накрывали отдельно и не в столовом обеденном зале, а в гостиной. Этакая странная русская причуда так поражала приезжих иностранцев, что в своих записках и письмах они обязательно упоминали об этом русском обычае. Приз для победителя конкурса – это включение его рецепта в меню ресторанов и кафе Тверского региона. Сейчас Тверская область активно развивает гастрономический туризм. Так, в прошлом году Верхний Волжи посетило более 1 миллиона гостей. И прогнозирует, что в нынешнем году этот показатель увеличится до 3 миллионов путешественников. Продолжение следует...